Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект, изучаем ПЛК-контроллеры. И сегодня попробуем поработать с ПЛК-контроллерами фирмы Аверс. Данные ПЛК-контроллеры у нас управляют мобильным бетонным заводом. Мы его постоянно усовершенствуем, модернизируем. Вот мне прислали программку с изменениями. Она называется вот у нас программка Липецк 3.1 в бинарном файле. Для того, чтобы бинарный файл загрузить в наш ПЛК-контроллер, мы сделаем следующее. Открываем среды для программирования интервью. Создаем новую ТП и присваиваем ей имя Липецк в такое же имя, как бинарный файл, присланный мне уже с изменениями. Открыть. Выбираем тип контроллера, контроллер S70, нажимаем Да. У нас создана новая программа. Теперь смотрим, где мы её сохранили. Файл открыть. Сохранили. В папке mbz20. открываем папку mbz20, находим папку Липецк 3.1, открываем её. Копируем бинарный файл Липецк 3.1, выбираем копировать. И вставляем в наш проект. Ставить. Теперь делаем следующее. Давайте зайдём в файл и откроем по-новой. Открыть. Так, это у нас Липецк 3.1. Открыть. Заходим в контроллер. Вернее, сначала нам нужно подключиться к нашему контроллеру. Подключаемся к нашему контроллеру. S70 через Comfort 23. Теперь заходим в контроллер. Работа с ПЗУ. И записать файл в кодов в ПЗУ. Выбираем. Записать бинарный файл. Нажимаем Да. Здесь смещение так и вставляем. Нажимаем ОК. У нас началась запись программы в наш контроллер. Вот этот индикатор. Говорит о том, что программа пишется в наш контроллер. Таким образом мы можем записать бинарный файл. ПЛК-контроллер Аверс. Это довольно надежный контроллер. Работает на нашем заводе уже больше 10 лет. И зарекомендовали себя очень хорошо. Запись успешно завершена. Теперь можем перевести наш контроллер в старт. Переходит в режим R2. Сделаем рестарт. Переходит в режим R3. Режим работы. Вот, пожалуй, на этом мы завершим наше небольшое видео. Спасибо.